Здесь производят оборудование для разламывания горных пород, для электростанций и тяжелой металлургии. Сызранский тяжмаш заработал в начале Великой Отечественной войны и с тех пор конвейер не останавливался. Здоровье сотрудников в приоритете, поэтому с самого начала прививочной кампании вакцинацию организовали прямо на заводе, можно сказать, без отрыва от производства. На сегодняшний день от коронавируса привит около тысячи заводчан. Никаких осложнений после прививки замечено не было. Антон Мартинов говорит, в необходимости прививки не сомневается, болеть не хочется, тем более становиться угрозой для здоровья близких. Ну, надо как-то общество, как надо сказать, обезопасить, чтобы никто не болел. Нужно прививаться, чтобы другие не болели. Когда привьется 60% жителей области, будет обеспечен коллективный иммунитет. Его действие подтверждено на примере прививочной кампании против гриппа, которую провели в прошлом году. Общий иммунитет защищает до сих пор. Случаев гриппа в губернии нет. Глава региона Дмитрий Азаров в послании особо отметил необходимость массовой практики вакцинации. В случае с коронавирусом важно сформировать коллективный иммунитет до осени, до начала традиционного эпид-периода, когда и другими респираторными инфекциями люди болеют чаще. Особо важно прививаться крупным трудовым коллективом. На сегодняшний день от коронавируса привились более 435 тысяч жителей Самарской области. Из них более 354 тысяч завершили оба этапа вакцинации. Записаться на прививку можно в поликлинике, на сайте госуслуг и по телефону горячей линии 122. Кроме того, без записи можно прийти с документом, удостоверяющим личность, в один из мобильных пунктов, которые по пятницам и выходным работают возле крупных торговых центров. Виктория Шарая, События.